С неба 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 Тихая ночь Тихая ночь Тихая ночь Тихая ночь Глаз небес Тихая ночь Тихая ночь Тихая ночь Тихая ночь К небу нас Бог призвал О, да откроются наши сердца И доброславят Его Все устал Он нам спасит Тихая ночь Он нам спасит Иисус 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 Тихая ночь Аплодисменты 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 Иисус, Он Бог, Он Господь всего, Спаситель всего мира, Христос. Небеса и земля славят все царя, С нами Бог, мир пришел, Радуйся, земля, мы склоняемся. Небеса и земля славят все царя, С нами Бог, мир пришел, Радуйся, земля, мы склоняемся. Иисус, Он Бог, Он Господь всего, Спаситель всего мира. Его мира росла, обросла Его, Он поклонит Иисусу. Он Бог, Он Господь всего, Спаситель всего мира, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ой, что это? Подарки? Я так люблю подарки! Ведь я тоже чей-то подарок! Ой, как же это все восхитительно!» «А ты кто? Привет!» «Я кто? Кто я? Ты что, со мной не видишь?» «Интересный вопрос. А кто же тогда я?» «Я... Я тот, кто изображает живого осла! Я живой осел!» «Осел! Осел, а ты знаешь, что здесь происходит?» «Я думаю, очень важное. Так уж все сложилось!» «Ой, овечка! Еще овечка! Овечки! Овечки! Ура!» «Ой, осел, а это вообще что?» «Слушай, я понял. Это Рождество, точно!» «Овечки! Овечки!» «А это что?» «А я знаю эту историю. Мне ее рассказывал мой игрушечный пра-пра-пра-пра-пра-пра...» «Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра...» «Ну, ты, короче, поняла? Прадедушка! Я тебе сейчас расскажу! Слушай!» Пой Поймали пастухи, но вдруг по Божьей воле к ним ангелы пришли. Взметенье и страхе услышали они. Родился вам Мессия, спаситель всей земли. Пой, возвещая всюду, скалов и гор всем расскажи. Пой, возвещая всюду, Иисус Христос рожден. И Бог Христос миренный, Родился для людей. И Бог послал спасенье, благослови в тот день. Пой, возвещая всюду, скалов и гор всем расскажи. Пой, возвещая всюду, Иисус Христос рожден. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Христос рожден. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Христос рожден. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Христос рожден. Пой, возвещая всюду, скалов и гор всем расскажи. Пой, возвещая всюду, Иисус Христос рожден. Пой, возвещая всюду, скалов и гор всем расскажи. Пой, возвещая всюду, Иисус Христос рожден. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Христос рожден. Аллилуйя, Аллилуйя, Спаситель мира Он. Ух ты, осел! Спасибо за рассказ! Так интересно! Раньше для меня все праздники были одинаковые. А сейчас я чувствую разницу! Так весело! Осел, а что именно мы здесь делаем? Вообще, для чего мы? Ну, логически, вообще-то я думать не умею. Но все же я думаю, что сегодня нас подарят. Нас подарят? Ура! Потому что я отличный подарок! Я самый лучший подарок! Ты? Я! Я! Расскажи мне, а что это ты лучший подарок? Ну, как же! Я? Я воплощение изящества! Красоты! Я создаю атмосферу! И совершенно потрясающе вписываюсь в любой интерьер! Ну да, конечно, ты же фарфоровая! Пастушка, расскажи мне, пожалуйста, а где твои овечки? Они что, убежали от тебя? Хороша пастушка! Я бы попросила! Да-да! У меня еще есть аргументы! Тебя даже руками трогать нельзя! Ты можешь разбиться! А я плюшевый! Меня можно хоть на пол швырять! Со мной ничего не будет! Ну так получай! Я! А еще и с благородной! По! Недотрога Марморова! Грубиян Плюшевый! Пойду найду себе лучшую компанию! Ой, а ты еще кто? Я? Библия? Так ты тоже подарок? Да, конечно! Библия! Вот он меня обижает! Он говорит, что я плохой подарок! Но я ведь лучше, а не он! Нет! Это я лучше подарок, а не ты! Это я! Нет! Я лучше! Ребята, ребята! Не ссорьтесь! Вы оба прекрасные подарки! Но каждый создан для чего-то определенного! Вот тебя подарят и поставят на полку для создания атмосферы и красоты! А тебя подарят ребенку, чтобы он играл с тобой и радовался! Вы оба разные, но вы такие классные! Не судите по внешности! Вот я расскажу вам историю, как одной девушке тоже сделали подарок, но не похожий ни на какие другие! Внутри меня, в Ветхом Завете, есть слова пророка Исаии, где он говорит «Итак, Сам Господь, Сам Господь даст вам знамение, все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». «С нами Бог» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это подарок для всех. И тот, кто принял его, тот до сих пор по-настоящему и бесконечно счастлив. Верно. Мне аж танцевать хочется. Да, и мне. Давай танцуй. Давай, Сём. Ой, осёл, не хочу танцевать. Хочу играть. Хочу играть, точно. Давай поиграем, а заодно выясним. Запомнила ли ты историю, которую я тебе рассказал? Ой, осёл, ты проверить хочешь меня? Да. Ну ладно. Зал, а вы мне поможете? Поможете? Тогда повторяйте движение за мной и за Библией. Всё? Готово? История началась. Иосиф и Мария отправились в дальний путь. Все, все, все повторяю движение за мной. Помогайте мне, Зал, я не справлюсь. Они отправились в Библию, чтобы записаться по переписи. Раз, два, три, четыре, пять. А в гостинице не было места. Нет места. Они приютились в хлеву для животных ночью, когда все вокруг спали. А у Марии родился сын, и она качала его на руках. И пела колыбельную. Ски моя радость уси. В это время на полях пастухи пасли слых овечек. Бей! Внезапно яркий свет озарил ночную тьму. Ой! Пастухи испугались. Но тут появились ангелы. И сказали, не бойтесь. Не бойтесь. Сегодня в Вифлееме родился младенец. Он есть Христос Господь. Идите и найдите Его. Вперед! Он лежит в яслях. Внезапно появилось целое небесное воинство, которое пело и славило Бога. Слава Вышних Богу! Мир на земле! Мир на земле! Ангелы исчезли так же, как и появились. Пастухи отправились в Вифлеем. Они спешили найти младенца. В хлеву они нашли Марию, Иосифа и младенца. Они были очень рады увидеть младенца Иисуса. Младенец Иисус! Молодцы! Ты тоже молодец. А давайте посмотрим, что сейчас будет. Я заказывала мебель 3 дня назад. Почему мне ее до сих пор не привезли? Нет, я, конечно, могу встать на ваше место. Но вы меня тоже поймите. Все, я вам перезвоню. Ну сколько раз я просила сделать эту тумбочку. Мне даже ключи положить некуда. Я кручусь целый день, деньги зарабатываю. А ты дома сидишь и ничего не делаешь. Подожди, я тоже работаю. Просто прихожу домой раньше, чем ты. И в отличие от тебя, занимаюсь домашними делами. А тумбочку я еще не успел собрать. А ты гордишься тем, что зарабатываешь больше меня. Ты постоянно меня этим попрекаешь. Да ты, ты, ты просто мне завидуешь. Света, представляешь, я с Артемом поссорилась. Да ладно. Рассказывай все подробности. Прихожу я, значит, с работы. А он опять ничего не делает. Так мало того, он еще меня гордый назвал. Знаешь, Юнг, в этом есть доля правды. Знаешь, Света, зря я, наверное, тебе позвонила. Я сама разберусь. О, Боже, как я устала от этого. Это все моя гордыня портит все отношения. Что делать? Где найти выход? Что должно в этом мире измениться? Кто-то должен мне помочь. Мишка, ты? Привет, как я рад тебя видеть. Привет, привет. Как дела? Как жизнь? Как давно мы не виделись? Нормально, пойдет. Кова? Кто это? Это друг мой. Детка, мы вместе учились. В одном дворе было с ним. Занимались в одной секции. Но потом наши пути разошли. И у меня тоже было бы все по-другому, если бы не выгнули с универа. Тоже бы ездил бы на тачке, имел бы красивую жену. Ну все, ладно, пока. Окей, пока, до встречи. Как мне все это уже надоело. У меня нет ничего. Что делать? Где найти выход? Что-то должно в этом мире измениться. Кто-то должен мне помочь. Какой тяжелый сегодня день. Устал, на работе проблемы, еще и машина по дороге сломалась. Папа, папа, ты пришел. Знаешь, сегодня в школе было... Дочь, ну ты же видишь, что я только что с работы. Я хочу отдохнуть. Иди занимайся своими делами. Женя, ну что ты на Оле кричишь? Она же по тебе соскучилась. Она же еще маленькая. Удели ей хоть минуту времени. Почему вы меня не понимаете? Я целыми днями работаю. Пытаюсь все для вас сделать. А вы все время что-то требуете. А мы так ждали, когда ты придешь. Опять вечер испорчил. Господи, как я устал от этого. Я раздражаюсь по пустякам. Я ухожу из себя. Это портит все мои отношения. Что делать? Где найти выход? Что-то должно в этом мире измениться. Кто-то должен мне помочь. И вот что они обнаружили. Оказывается, много сотен лет назад разные люди в разное время говорили, что в городе Вифлееме, который находится в Иудее, родится Сын Божий. Древние книги повествуют, что Он есть Спаситель мира, чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Он тот, которого обещал Бог дать людям. И уже как две тысячи лет ежегодно православная, католическая и протестантская церкви отмечают этот праздник как Рождество Христово. Это невероятно, потрясающе. Пожалуй, это самый лучший подарок для нас к Новому году. Какая радость! Какая новость! Это есть выход для меня! Лучших новостей я никогда не слышала! Мне от радости хочется танцевать! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Круто было! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Подари свою любовь к Христу И доверь Ему всю жизнь свою. С Рождеством вас Миром навсегда, давайте, друзья, возбушать в колоссах. Будем Его вместе славить. Рождество пройдет во всей земле. Во всей земле. Рождество. Во всей земле. Рождество. Рождество пройдет во всей земле. И давайте вместе, красави, попробуем. Будем Его вместе славить. С Рождеством! С праздником! Так ребенок и есть на всем подарок. Это же было так давно. А все до сих пор так счастливы. Но скажи, а кто этот подарок подарил? И по какому поводу? Внутри меня, в Новом Завете, есть слова апостола Иоанна, где он говорит, «Ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». С небес лазурных К нам пришел Спаситель. Он в яслях был рожден, Иисусом наречен. Он был отвержен, И старьем подвержен. Всю боль и муки он понес за нас. С concentrations. С bewe ist de lesz, oki и муки он nos в яслях был рожден, Иисусом наречен. Иисусом наречен. К中 Vallahi talked à gue. С variations за нас. Иисусом наречен. Ты, воскрес, небесным светом сердце озаряешь И в жизни вечной душу пробуждаешь О, как прекрасен, ой, Господи, великий Достоин славы, холы, едим ты И великий, Господи великий Ты вступил в нас в отверний без С любовью я воскрес За то, что умер, ты и воскрес И великий, Господи великий Ты вступил в нас в отверний без С любовью я воскрес С любовью я воскрес Он спаситель мира Мессия, которого так долго ждали Когда-то Бог пообещал людям, что Он придет И Бог исполнил свое обещание И я бы, я бы так хотела ему что-то подарить Но у меня ничего нет И даже овечек Не плачь, у тебя есть ее Подари ему меня Ну, осел Ты не единственная Кто хотел бы ему что-нибудь подарить Сейчас я вам что-то покажу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому Друзья, владенец Иисус стал для всех нас настоящим подарком с самих небес Как здорово! И в этот праздник никто не останется без подарка А если мы захотим сделать ему подарок То лучшее, что мы сможем ему подарить Это наши сердца Слава Богу! Давайте дадим еще Господу славу Он достоин И конечно же мы хотели принести сюда атмосферу Рождества, чтобы каждый из нас мы могли пережить это Это на самом деле удивительно Есть множество подарков И когда у нас дни рождения, кто-то приносит в нашей жизни подарки Но когда мы говорим о Рождестве с вами Самый удивительный и самый значащий подарок на земле Иисус совершил для каждого из нас Он пришел и Он отдал себя ради каждого из нас Посмотрите, друзья мои, много мест мы уже слышали косвенно или напрямую из Писания И посмотрите, друзья, Исайя 9 глава 6 стих Несколько сот лет до пришествия Христа Пророк Исайя, он пророчествует И он говорит Ибо младенец родился нам Сын дан нам владычество на раменах его И нарекут ему имя чудный советник Бог крепкий, Отец Вечности и Князь Мира Знаете, иногда люди спорят Они говорят, а когда же, какого числа Рождество Может быть 25-го, может быть 7-го Может быть и того раньше Знаете, суть Рождества в том, чтобы Христос, Он родился в наших сердцах Чтобы этот подарок, Он на самом деле загорелся в наших сердцах Друзья мои, есть подарки, которые не оказывают никакого влияния в нашей жизни Есть подарки, которые приносят только временную радость Но когда мы открываем свое сердце для Христа Это подарок, который ведет нас в вечность Это подарок, который меняет всю нашу жизнь Преображает абсолютно все в нашей жизни И сегодня, конечно же, я хочу просто пригласить Чтобы мы открыли наши сердца для Него Чтобы мы позволили этому подарку завладеть всей нашей жизнью Посмотрите, друзья мои В любом месте, где бы мы с вами не прочитали о Рождестве Говорится, младенец родился нам Сын дан нам В моей семье три сына Знаете, когда они родились? Они родились для меня Они родились для бабушек и дедушек Ну еще для некоего окружения, кто тогда был знаком с нами Но когда мы говорим о рождении Иисуса Это младенец, который родился для каждого из нас Подарок, который начинает что-то совершать в моей жизни Только тогда, когда я принимаю его в свое сердце Посмотрите, друзья мои Евангелие от Матфея Первая глава И восемнадцатый стих Который начинается с таких потрясающих слов Мне так это нравится Рождество Иисуса Христа было так И рассказывается, повествуется о Рождестве Ну знаете, двадцать второй стих А все сие произошло, да сбудется реченное Господом Через пророка, который говорит И мы уже с вами сегодня слышали Да, Исайя, седьмая глава, четырнадцатый стих Он еще, опять же, несколько сот лет назад До этого он пророчествовал И он говорил Сидева в очреве, примет и родит сына Если она просто приняла этот подарок И она передала его дальше Все, что необходимо мне сделать, совершить сегодня Это принять подарок Почему? Потому что если этот подарок Он может быть даже хорошим Он может замечательным, потрясающим быть Но он может остаться так же подарком Который не сыграл никакой роли В моей жизни или в жизни другого человека Но здесь, когда мы берем с тобой этого младенца Знаешь, происходит что-то необычное Что-то, что мы не можем вместить в нашу голову и в наше сознание Происходит что-то сверхъестественное Что-то волшебное Потому что, когда пастухи пришли поклониться Иисусу То Писание говорит, что они ушли иным путем В их жизни что-то произошло Они сделали с другими людьми Их жизнь поменялась Те люди, основная масса людей Которые сегодня выступали Те люди, которые приветствовали здесь Это люди, которые повстречались со Христом Это те жизни, которые изменены Те жизни, которые наполнены радостью И Писание говорит, что Царствие Божье Это есть, во-первых, мир, праведность и радость в Духе Святом Это тот подарок, который не только несет отпечаток на моей этой жизни Когда я проживаю здесь на земле Но это тот подарок, который ведет меня в жизнь вечно И я хочу предложить сегодня, драгоценные друзья Открыть наши сердца Почему? Потому что это величайший праздник Рождество Конечно же, мы также празднуем Пасху Но Пасхи не может быть, если нет Рождества Иисус родился, да Он родился для того, чтобы умереть Но умереть не просто так А умереть за тебя и меня Чтобы ты и я Мы имели жизнь вечную Мы имели вечные взаимоотношения со Христом Я бы хотел сегодня просто предложить, чтобы вы вместе со мной Вы помолились этой молитвой Если вы хотите молиться Просто вы можете опустить свою голову там, где вы сидите И давайте мы вместе помолимся, хорошо? Драгоценный Господь Я прихожу к тебе Там, где я есть Я открываю Мое сердце для тебя И я принимаю Этот рождественский подарок То, ради чего ты пришел Я принимаю это в свою жизнь И я благодарю тебя, Иисус Что ты пришел в этот мир ради меня Что ты умер на кресте и воскрес Ради моего оправдания Я благодарю тебя Что ты прямо сейчас Очищаешь всякий мой грех И с этого момента И навсегда Я являюсь твоим детем И я прямо сейчас Провозглашаю Физический и духовный мир Иисус мой Господь Аминь 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 У нас также сейчас будет время Когда мы с вами поклонимся Господу еще Возьмем псалом Мы споем эту заключительную песню И так как вы сидите Я хочу еще вместе с вами Помолиться И за вас так же Хорошо? Драгоценный Господь Мы благодарны тебе За это время Спасибо тебе Боже Спасибо тебе за твой дух Рождества на этом месте Спасибо тебе Боже Что ты касался И продолжаешь касаться Сердец каждого из нас Мы также благословляем Тех людей Которые смотрят нас В онлайне Боже Благослови их Яви твою славу Боже Святый В каждом доме В каждой семье Пусть твое Рождество Оно наполняет Наши семьи Каждый день Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да презрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Отца Сына И Святого Духа И весь народ Скажет Аминь Аминь Слава Богу И Давайте мы так же С вами Мы поднимемся Мы возьмем Споем этот Заключительный Рождественский псалом И Бог да благословит нас Может за дно мороз и вьюга Но в кругу друзей уютно Нам не нужно никуда спешить Пусть снег кружит, снег кружит, снег кружит Пусть на улице еще морозно Веселиться все же мощно Только снови не огонь горит А снег кружит, снег кружит, снег кружит Как бы время остановить Не хочу я в метель уходить Ты просто крепко меня обними Будет тепло мне в пути Так не хочется нам расставаться Ведь не любим мы прощаться Только обещай меня любви И пусть кружит, снег кружит И пусть кружит, снег кружит Снег кружит, снег кружит И пусть кружит, снег кружит И пусть кружит, снег кружит И пусть кружит, снег кружит Снег кружит, снег кружит И пусть 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 кружит, снег кружит Пусть кружит, снег кружит Снег кружит Здравствуйте!